В эфире канал Стройгарант Анапа. Здравствуйте! Мы находимся в жилом комплексе Жемчужно, поселок Цибанабалка. 12 километров от Анапы и всего 7 километров от Черного моря. Здесь чистый морской воздух, плодородная земля и прекрасный дом площадью 90 квадратных метров. Именно с ним познакомимся сегодня поближе. Входная группа, крыльцо. Почти 10 квадратных метров. Это монолитная плита. Видим, что выложена плиткой. Ну и отдельного внимания в этом доме заслуживает фасад. Он выполнен из глубокинского кирпича, который соответствует всем канонам современной эстетики. И визуально это решение имеет ряд преимуществ. Помимо красоты, отдельного внимания заслуживает его практичность. Он устойчив к ультрафиолетовым излучениям, а значит не выгорает. Это важно в нашем регионе, ведь, как мы уже знаем, именно здесь более 280 солнечных дней в году. Вокруг дома имеется отмозг. Она также служит достаточно удобной дорожкой. Ну и что касается самого фундамента, то он погружен на 70 сантиметров в землю. Стены из газоблока, которые усилен армирующей кладкой. Об этом более подробно мы уже говорили в наших предыдущих отзорах. Если интересно, переходите по ссылке. Важнейшая часть дома, конечно же, крыша. Она выполнена из металлочерепицы. Монтаж кровли с утеплителем, гидроизоляция, пароизоляция. Выполнен монтаж водостоков, снегодержателей и сливных труб. Если у вас возникает вопрос, и во время просмотра нашего обзора задавайте их, мы обязательно на них ответим. Ну а прямо сейчас я приглашаю вас пройти в сам дом. Прихожая в доме больше 4 квадратных метров. Здесь мы видим очень красивая плитка под мрамор. Автомат в доме 15 киловатт напряжения и электричества. Металлическая дверь достаточно плавно закрывается, открывается. На это стоит обращать внимание при выборе дома. И, конечно же, вот в этом углу, вот в этом месте, я думаю, классно разместится прихожая или встроенная мебель. Ну, оптимизирует пространство данного помещения. Прихожая в доме почти 6 квадратных метров. Мы видим, что она тоже из плитки. Напоминает она мне почему-то мрамор. Ну и прихожую я всегда называю сердцем дома по одной простой причине, что именно отсюда мы можем попасть в спальную комнату первую, вторую, в санузел и кухню-гостиную. Но, продолжим наше знакомство, мы с первой спальней дома, которая находится с левой стороны. Площадь этой спальной комнаты больше 11 квадратных метров, но если быть точной, то 11,7. Всегда нужно обращать внимание на то, как поклеены обои. В данном случае, обращая внимание, вижу стыков нет, ровно нет каких-то волдырей, ровная абсолютно стена, это хорошо. Во всем доме используются ламинаты 34 класса спальня, не исключение. Вторая спальня точно такая, что только квадрат у нее другой. Конечно же, всегда окно обязательно должно быть в помещении. В данном случае это у нас есть, но и, конечно же, натяжной потолок, что достаточно современно и практично. Вторая спальная комната немного больше, ее площадь составляет 12,7 квадратных метров. Санузел достаточно просторный, его площадь почти 6 квадратных метров. Здесь он выполнен из плитки, опять же, я обращаю внимание, высококлассную работу мастеров, потому что все стыки хорошие и ровные. В общем, ни к чему не придраться. Здесь мы видим натяжной потолок, принудительную вытяжку. И, конечно же, обращая внимание, все выполнено под сантехнику, душ, умывальник или туалет. Самая большая комната в доме, это объединенная кухня и гостиная. Ее площадь составляет 29 квадратных метров. Уверен, будет самое любимое место для всех, кто будет жить в этом доме, потому что достаточно уютно. Здесь мы видим продолжение плитки, то есть уже как дополнительные работы плитка есть и в самой гостиной, которая объединена с кухней. Здесь выведено все под инженерную коммуникацию, имеется также вытяжка. Я обратил внимание на то, что под сплит-систему, которая будет здесь установлена, или система кондиционеров, тоже есть специальная розетка, то есть не придется кидать переноски или что-то в этом роде. Ну и отсюда мы можем пройти с вами в третью спальную комнату. Третья спальная комната, 17 квадратных метров. Здесь также ламинатор из 4 класса, обращая внимание, есть розетки, выход под телевизор, но на розетке здесь вообще никаких замечаний нет. И отдельно обращая внимание на эркерные окна. Это не только такой нестандартный хота для внешнего фасадного вида, но и, конечно же, дается больше света именно естественного в вашу любимую, уверен, спальню. Кухня-гостиная настолько широкая, что захотелось по ней еще раз прогуляться. Ну, на самом деле, хочу отметить вновь качество обоев. Натяжной потолок гармонично вписывается в сочетании обоев и непосредственного пола, на котором, напомню, плитка и теплый пол. Ну и, конечно же, отсюда мы можем пройти на достаточно широкую террасу. Да, действительно, терраса достаточно широкая и просторная. Ее площадь 21 квадратный метр. Ну и сразу же отдельный уют здесь придают вот эти вот стеклопакеты, что тем самым расширяется жилое пространство. Плитка достаточно хорошо гармонирует с фасадной частью дома, о котором мы уже говорили. Ну что ж, отмечу, что уютно можно расположиться здесь, ну, на примере хороших вечерних посиделок и смотреть на закат солнца. С террасы мы можем попасть также в цоколь, который предусмотрен в этом проекте. Достаточно функциональное место, можно использовать как склад, как погреб, как винный такой погребок. В общем, достаточно функциональное помещение, об этом можно тоже много рассказывать. Ну и опять же, отсюда вы становитесь обладателями вида на свой собственный участок, который, кстати, составляет 5 соток земли. На сегодня это все. Мы с вами побывали на обзоре дома площадью 90 квадратных метров. Он находится в жилом комплексе «Жемчужина», поселок Сабанабалка. Ну и, как всегда, в завершении уже по доброй традиции я отвечу на самые часто задаваемые вопросы. Один из которых звучит следующим образом. Подскажите, пожалуйста, категорию земель в ЖК «Жемчужина». Категория земель у нас ЛПХ. Самый популярный вопрос – стоимость дома. Сколько стоит? Вот в реальном времени не могу ответить на этот вопрос. Звоните нашим специалистам, телефон которых вы видите на своем экране. От себя лишь могу сказать, что есть возможность приобрести дом с землей 5 соток по цене квартиры в Анапе. Так что выбор за вами. Звоните, мы ответим на все интересующие вас вопросы. Ну а теперь точно все. До новых встреч. Ставьте лайки, пишите комментарии. Скоро увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!